всем привет холодцы заман вы на канале будет со мной с вами наташа наконец-то закончились неудачи первых двух дней на лазурном берегу и сегодня все вроде бы нормально все хорошо все приятно погода пока еще соответствует нашим ожиданиям и мы решили сделать небольшую прогулку выехали на это немного восточнее пару километров восточнее от сан рафаэль я ожидаю очень много необычных для меня растений красивая побережье тут тоже присутствует красный гранит как когда-то британии есть такая площадка можно это все рассмотреть у нас дурманят именно вот эти вот сладкий запах дороге очень много розовых или шиповниковых растений вдоль нашего пути такая очень пухучая лаванда много акации во франции акации очень широко используется в парфюмерии в детстве нас когда даже учили на уроке химии сохранять эти все запахи этот майский лес очень сухой и кажется уже стулетним и тут стоим возле каждого дерева и дискутируем что это за фрукты но это скорее всего не капор это уже что-то отцвело потому что капорно это всегда почки не распустившихся цветков много чего интересного хотя все дико беспорядочно видно что пригнулась водой или какими-то другими природными условиями движемся по желто-блокетным указателем к фунтурм то есть к башне сигнальной есть какие-то другие каменные строения где с удовольствием играют дети с мамочками ходе на такие площадки есть всегда номер свинтин пираты то есть что-то здесь пиратная дорога какая-то была можно взять qr-код и почитать это рута номер стрелька тоже короче какая-то темная дыра немножко забрались наверх и видно не только мыс по которому гуляем для драма а также населенный пункт очень красивые виды слева на море на побережье справа на горные массивы стрель вот совсем справа там где красные горы лестерель вот там самая высшая точка на которую мы тоже собираемся подняться не так уж много там подниматься просто выглядит высоко это сигнальная башня французы потребляют слово симафор которое вошло также славянские языки а мы хотим подняться пару метров под этой вот вышкой постоять посмотреть что оттуда видно все маленькие цветочки крошечные гвоздички это красота неземная ну это вышка так называется для мобильной связи телевидение и всего остального здесь этот массив виден еще лучше начинается ветер в том как а а а а а а вот а а здесь люди пытались сделать ступеньки ограждения всю природа подбирает под себя внизу на склонах есть кактусы тоже красивый вид на эту вот семафор башню и внизу ходят люди благодать нам до верха осталось еще совсем немного и нам обещают бетонированную дорогу хотя она не бетонированная она с маленькими такими камушками но все это густо маленькие розовые цветочки здесь вот такие вот есть можно снимать каждый густо потому что представляет какой то интерес что мы называем лилейниками оно произошло из средиземного моря и вот так выглядит лилейник в природе цветет точно такими же цветами может даже более крупненькими а в этот раз Миша решил стать ландшафтным фотографом лаванда вот эта есть разного цвета вот эта темно-фиолетовая мы видели розовую белую она очень интенсивно пахнет без понятия что это такое но она таким желтым цветом светится очевидцы семафора семафор сам нельзя фотографировать близко во первых там люди живут некоторые работают это наверное какой то милитантный объект внизу небольшой катерный порт мы случайно заехали не туда куда стремились а вот здесь уже сверху видна бирюзовая вода и вся красота лазурного берега посередине моря небольшой остров по-моему называется изо-до-ро или как-то так то есть остров золото и там кто-то построил в 1912 году башню первый владелец или тот владелец семафор виден за спиной скалы обед куда же немного мы спустились вниз и видно что вся эта скала она тоже из красного гранита отчасти отчасти Если спуститься, пройтись немного налево, вокруг всего мыса. Опять вот там виден вот этот остров с машинкой. Субтитры создавал DimaTorzok Бомбилку очень крепко, надо держать в руках, потому что ее прямо ветер вырывает из рук. По пути встречаются вот такие вот интересные места в скалах. Здесь наверное занимались скалолазами. Очень внушительный массив. Очень интересное место, где вот в этой вот пещере можно, она не глубокая, но можно укрыться от дождя. Я так понимаю, что кто-то будет разжигать огонь, заплатить 135 евро штрафа. Топаем дальше. Эти дикие маевы, они кусты достигают где-то двух метров. 2.20. Короче, выше меня. Мы уже ниже и ближе спустились. Здесь можно увидеть более конкретные детали этой крепости. Окна там заколочены, по-моему, какими-то красными досками. Природные артефакты. Вдоль дорог еще колосятся вот такие вот растения. Дикие злаки, я так думаю. Вот эти цветы я видела в Хорватии первый раз. По пути была возможность спуститься к воде. Здесь небольшой порт. Какие-то маленькие катера. По-моему, все ближе к этому острову. Артауру. Вот куда лестницы мы спустились. Там красный гранит, я вижу птиц на острове. А тут какие-то зеленые камни на побережье. Вот там есть бар, все что-то пьют, кушают. Людей немного, и это хорошо. Это какой-то совсем невиданный мой цветок. Он растет среди репейников. Я не могу посмотреть, как он растет и какие у него есть листья. Он очень красивый. Рестаурацион протекшен де ле вегетацион натюрель. То есть нельзя ходить в лес, чтобы он возобновлялся. Птички как поют. Здесь такие вековые сосны. Очень красиво и приятно идти. Вот мы уже подходим к нашей парковке. Кружок закрыли, закончили. Я еще вижу красивые цветы напоследок. Спасибо, что вы были со мной. Вы были на канале Будь со мной. Мы только начинаем путешествовать по Лазурному берегу. Может быть увидим что-то хорошее, интересное, красивое. Будьте со мной. Всего доброго. До новых встреч.